Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня расскажу как настроить выгрузку новых сделок из CRM системы Bitrix24 в виде уведомлений в Telegram. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bitrix24. На этом этапе необходимо указать действия. Если вы хотите, чтобы в Telegram отправлялись все новые сделки, выбирайте действия загрузить сделки новые. Если вы хотите, чтобы в Telegram отправлялись сделки, которые достигают определенного статуса, выбирайте загрузить сделки по статусу новые. В данном случае я выберу действия загрузить сделки новые. Теперь необходимо подключить ваш Bitrix24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо выбрать тип установки Bitrix, облачная или коробочная версия, страну регистрации вашего Bitrix, а также указать домен портала. Для этого необходимо перейти в CRM Bitrix24. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в вашу CRM. После того как приложение установлено, необходимо из адресной строки скопировать домен портала без дополнительных символов. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bitrix с правами, которые необходимы для работы с выбранной сущностью. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. Далее необходимо отметить галочкой воронки, из которых необходимо передавать все новые сделки в Telegram. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы видите данные по одной из сделок. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных Bitrix24 успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. В качестве действия указываем отправить сообщение. На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram к системе Apex Drive. Для этого нужно скопировать имя бота, найти его в вашем Telegram и запустить. Теперь необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее боту в виде сообщения. После того, как мы получили сообщения об успешном подключении, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Telegram. Для того чтобы назначить переменный Bitrix24 в поле сообщения, кликните в него и выберите нужные переменные из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменный Bitrix24, но также и прописывать значения вручную. Для того чтобы перейти на новую строку, используйте Enter. Субтитры создавал DimaTorzok Когда все необходимые данные назначены в сообщении, кликаем продолжить. На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Telegram. Если вас что-то не устраивает, кликните редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликните отправить тестовые данные в Telegram. Так будут приходить все остальные сообщения на основании сделок из Bitrix24. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует...